В Дубасарах 180 многоквартирных домов. Систему 50 из них специалисты теплосетей уже заполнили, выявили слабые места и заменили аварийные участки. На данный момент работы по подготовке жилфонда к зиме продолжаются. Аналогичные контрольные мероприятия проводятся в детских садах и школах района. Здесь ситуация несколько хуже, говорят теплоэнергетики. Только на замену котлов нужно полтора миллиона рублей. В первую очередь, хотя бы главные задвижки на объекте должны работать, чтобы мы, допустим, из одного садика не отключали был район. Мы разработали сейчас программу на три года замены полностью котельного, грубо говоря, тех острых проблем, чтобы передать на баланс теплоэнерго. Но это мы будем решать эти проблемы в течение трех лет, потому что там достаточно финансово затратно. В усиленном режиме работают сегодня и специалисты водоканала. Только за минувшую неделю произошло 23 аварии. 12 из них на водопроводных сетях. Самое сложное было по улице Фрунзе в субботу. Прошел порыв чугунного трубопровода диаметром 200 миллиметров. Мы ее устранили, локализовали, скажем так, аварийную ситуацию, но надо будет потом сделать комплекс мер, потому что это не первый раз там происходит. Попробуем сделать, может быть, немножко дедовским методом трубу, но другой варианты нет. Водопроводным сетям района более 40 лет. Чтобы заменить хотя бы главный водовод, нужен не один миллион рублей. Денег же пока хватает лишь на ремонт особо проблемных участков. Выполняя работы, специалисты предприятия учитывают глубину промерзания грунта зимой, чтобы даже при сильных морозах у дубосарцев была вода. Завершается прокладка водопровода в селе Цибулевка. На очереди Дзержинская. Как говорит директор предприятия, к 220-летию села вода будет и у жителей этого населенного пункта.